Неожиданный режиссерский ход, который сразу цепляет и завораживает куклы на сцене, как альтер эго главных героев. По словам режиссера Дениса Бакурадзе, который всегда работает с символами, он долго искал неожиданный прием. Но после возникновения идей с куклами спектакль сразу сложился. В голове. Воплотить идею на сцене вызвался художник-постановщик театра кукол имени Образцова. Шли методом от противного. Обычно куклы – штучный товар, они хранят тепло рук автора. В этой постановке эффект должен был быть другим. Выхолощенные чувства могли передать только куклы, созданные промышленным методом. Еще один ход – шерстяные носки. Они стали связующим звеном между родителями и детьми, находящимися на сцене, их бабушкой, присутствующей незримо. Носки символизируют домашний уют, а с ним и взаимопонимание, которых так не хватает героям. Цепляясь за внешнюю форму благополучия, родители не хотят слышать детей, которые кричат о помощи. Спектакль поставлен по пьесе «Сирку Пелтеллы», написанной в 2002 году. Это одна из крупнейших драматургов Финляндии. Автор более 30 пьес, в которых разговор неизменно идет о семье, об отцах и детях и о том, что волнует их сегодня. Она не распространена, она не идет по всем театрам страны совершенно на сегодняшний день. И, конечно же, это та самая, ну, мне показалось, одна из немногих пьес современной драматургии, с которой мне хотелось поработать. Потому что, зная стилистику нашего театра, конечно, очень важно понимать еще, какую современную пьесу взять и как ее подать. Это второй опыт работы театра с современным материалом. Первый был спектакль «Тани-Тани» по пьесе Ольги Мухиной, написанной в 1994 году. Впервые в России спектакль «В сапоге у бабки» играл Фокстрот был поставлен в лаборатории МХАТа пять лет назад. Но он не пошел. Возможно, для успеха ему недоставало какого-то хода. К примеру, в виде кукол или теплых шерстяных носков. Денис Бакурадзе говорит, постановку можно играть и в современном интерьере, с диваном и телевизором. Но тогда зритель увидел бы другую грань. Виктория Шарая, Константин Головин. События.